Привет, мои дорогие! Сегодня у меня ракурс необычный. Я в своей спальне, сижу за компьютером, только проснулась и уже в шоке. Почему, расскажу. Ну, шок мой такой. Спокойные девочки уже к этим объе-гореваниям так привык, так привык, что чувствуешь себя почти уверенно. Потому что все ребята, если не сказать прямо мошенники, то очень хитро сделанные. Сейчас расскажу, почему такое мнение у меня. После того, как мы, ребята, выплатили кредит за дом, мы вообще старались не лезть в кредит. Единственное, что машина, но машина у меня, это отдельная история, как-то на этот кредит меня не напрягает. И получилось, что нужно было нам срочно купить сыну диван. Срочно. Ну, не на чем было спать ребенку. Вот мы взяли небольшой кредит на 13 тысяч. Платеж позволял 2-300 в месяц на полгода. Думаю, ерунда. Я, как обычно, выплачивала. Но сухопрог мой же, он же у меня человек очень законопослушный. Если я в этом деле противная, то он тем более, говорит, есть лишняя копеечка, переплати, чтобы быстрее заплатить. Не за полгода, а за 4 месяца и так далее. И вот мы, ребята, по наивности своей советской, по слабости, как я говорю, шутку ума, платили не по тому графику, что нам дали кредит, а как могли. Переплачивали кредит, друзья мои, вот в таком хорошем банке. Европа-банк. Если кому-то, ребята, придется, я вас просто заклинаю. Бегите бегом мимо отсюда. Во-первых, никакой связи с банком нет. Отвечает какой-то робот, гоняет вас, как вот в сватах Будько по цифрам. Нажмите 9, нажмите 1, нажмите 3 и так далее. И вот я переплачивала, переплачивала. Кредит у нас был по 2 300, я платила по 2 500. Последний вообще муж отдал 3 тысячи. И вот настал последний платеж 1 июля. Сегодня, слава Богу. Надо было, конечно, раньше. Но я все ждала от банка. Отклик описала вот это заявление. Ребята, это такая брехня, что аж смешно. Было бы смешно, если бы не было так грустно. В итоге никто никуда не отозвался. Сегодня последний день платежа. Но даже мало того, что не отозвался в интернет-банке. СМС-ка ни одна не приходит. То за эти полугода приходили СМС-ки вот с этих вот телефонов. Покажу вам откровенно. Вот они. Регулярно и постоянно. Короче, получается, что мне платить все равно ту сумму, которая у меня прописана изначально. Была по графику. Никто не списывал больше. Никто ничего не делал. И в итоге, получается, мы переплатили ну, где-то 1600 рублей. Добиться никакой правды. Вот сюда, девочки, на эту страницу. Честно, я еле зашла. И тут благодаря дочери. Введите логин, введите пароль. Бог знает, какой логин. Поехала в магазин, где нам давали кредит. Там девочка. Ну, что там девочка? Ну, обычный ребенок сидит. Она тоже не смогла ни на банк выйти, связаться никак. Короче, объем. Горевание такое, что мама не горюй, как говорится. Я-то, конечно, сейчас поеду. Еще рано. В 10 у нас открывается место, где мы платим. Связно. Чеки у меня все сохранены. У меня чеки на 13 тысяч. А кредит 13800, по-моему, 30. Вот 830 рублей мне надо заплатить. Но я заплачу по последнему платежу. 2350 рублей. Хоть ты тресни. Поэтому вообще связываться, естественно, больше не буду. Ни с чем, кроме Сбербанка. Но, если вам уж мало ли, девчата, ситуация бывает разная. Не зарекайтесь, что не возьмете там, что... Если даже возьмете кредит в любом банке, строго-строго по графику. Написано там 38 копеек. 38 копеек. Вот такие вот пироги. Кредит Европа-банк. Может, конечно, это все хорошо для Москвы, Питера, для продвинутых товарищей. Но нам, в селах... А если бы я была еще старше, как моя мама, она вообще бы не дала ладу не то, что выйти даже на этот сайт. А так никакой связи. Телефон, это написано для дураков. Вот так, мои друзья, приятели. И поэтому я вам скажу... Не то, что обидно. Уже как-то вообще ничего не обидно, девочки. Уже до того привык, что тебя надуривают... Вот, опять логин, опять пароль. Что тебя обеегоривают не только здесь, на месте, где живешь, но уже и на расстоянии. Такие вот дела. Сейчас поеду смотаюсь в банк, а потом, девчонки, хочу сварить варенье. Вчера муж нарвал малины много. Мы с вами сварим. Пошли они все к такой-то бабушке. Пока-пока. Девочки, рассчиталась я с банком. Вот все мои платежки. Последний. Я надеюсь, что... Никакая гадость меня больше беспокоить не будет. В сумме вместо 13 800 я заплатила 15 310. Поэтому я не знаю, куда еще больше. Пусть они подавятся, прости господи, этими деньгами. Моя совесть чиста. Все чеки буду беречь до скончания века. Вдруг какой-то товарищ надумает еще с меня что-то потребовать. Все, пока-пока, мои дорогие. Занимаемся своими вопросами. Жизнь течет дальше. И не стоит ни за какого-то банка тут расстраиваться, да еще и детей лишать варенья, которое я задумала сварить. Пока-пока. Все, встречаемся в следующем видео.